Антон перешагнул порог квартиры, поставил почти у самого входа тяжёлые баулы с вещами, сам устало опустился на обувную тумбочку. Всё, финальный бросок завершён, последняя поклажа успешно доставлена. В течение последних двух недель он перевозил вещи в новую квартиру, одежду, мебель, бытовую технику. Ну как в новую? Квартира была съёмной. С прежней пришлось быстро съезжать, когда старуха-маразматичка задрала такую цену, что он поначалу даже удивился, откуда та знает такие цифры. Спорить с ней он не стал, а заявил прямо, что платить не намерен и будет искать другое жильё. Как ни странно, старуха отреагировала нормально и даже дала эти самые две недели на переезд. Видимо, маразм накатывал на неё волнами. Новую квартиру получилось найти достаточно быстро. Когда возвращался с работы и ждал автобуса на остановке, заметил налепленное бумажное объявление. Пробежавшись глазами, он оторвал бумажку с номером телефона, чтобы потом позвонить. Вариант его очень даже устраивал. Квартира однокомнатная, до центра добираться удобно и недолго, а цена вполне приемлемая. Не копейки, конечно, но и не заоблачная. Долго затягивать со звонком не стал. Едва вернулся домой, сразу же набрал номер. Трубку сняла девушка, судя по голосу, лет 25, может чуть больше. Хотя, само по себе это ещё ничего не говорило, ни показатель. Договорились встретиться на следующий день, посмотреть квартиру. При встрече оказалось, что с голосом он всё же был прав. Девушке она представилась Алиной. Но ведь действительно было лет 25. Она пояснила, что квартира это бабушкина и её решили сдавать. На немой вопрос Антона девушка со смехом поспешила пояснить, что с бабушкой всё нормально. Переехала подальше от города в деревню жить, где и продолжает здравствовать. У парня будто гора с плесь свалилась. Не то, чтобы он был суеверным. Люди всегда умирают в квартирах, домах. Но просто не хотелось бы спать, например, на кровати, где ещё совсем недавно лежало мёртвое тело. Как выяснилось чуть позже, по поводу спального места он волновался зря. Его попросту не было. Из мебели в однокомнатной квартире оказался только старенький бабушкин сервант, да добротный стол на кухне. Причина приемлемой цены стала ясна. Антона, правда, это не остановило. Зарабатывал он неплохо, всем необходимым был обеспечен. Так что быстро заключили договор. Он заплатил Алине предоплату за четыре месяца вперёд и принялся потихоньку всё перевозить. Справился бы, конечно, и раньше, но работу никто не отменял. Пару раз ночевал на новом месте, прямо на полу, в целях экономии времени. И вот, наконец, всё. Мытарство закончилось. Можно вдохнуть спокойно, расслабиться и отдохнуть. Наскоро перекусив, рассовав содержимое последних баулов, Антон с блаженным чувством вытянулся на кровати, включив по телевизору какой-то старенький фильм ужасов, чтобы можно было не вдумываться в сюжет, а просто наслаждаться отдыхом под мирное бормотание и шум начинающейся грозы. Он и сам не заметил, как уснул. Проснулся от того, что в квартире наступила тишина. Фильм, судя по всему, давно закончился, и телевизор выключился. Полусонно перебирая ногами, он прошёл на кухню, напился воды. Когда возвращался назад и уже вошёл в комнату, замер на пороге. Мимолетная вспышка молнии осветила комнату, придав всем хорошо знакомым предметам загадочные и даже странные очертания. Но не это заставило его замереть. В окне ему привиделся чей-то силуэт, висящий головой вниз. Он не успел рассмотреть, кто это. Вспышка погасла, комната вновь погрузилась во мрак и тишину, нарушаемую лишь барабанной дробью капель дождя по стеклу. Он стоял, тяжело дыша и пытаясь понять, что же это было на самом деле. Наверное, не стоило включать перед сном ужастик. Переутомился, посмотрел фильм, к тому же гроза это ещё, вот оно и наложилось всё одно на другое. Но не может же в самом деле кто-то свешиваться в окно шестого этажа в девятиэтажном доме. Абсурд! Тут надо быть либо идиотом, либо альпинистом со снаряжением. Показалось, наверное. Да, скорее всего, просто показалось. Глубоко вздохнув, он направился к кровати. Очередная слепительная вспышка озарила квартиру, и Антон приглашенно вскрикнул. Видение никуда не пропало, оно просто скрывалось во мраке. Уродливая яйцевидная голова, покрытая шишковатыми наростами, свисающие вниз пучки волос, вместо глаз огромные бельма. Широкая прорезь рта на всю ширину лица. Или морды. Лицом это можно было назвать с огромной натяжкой. Антон тяжело опустился на кровать. Начал ожесточённо тереть глаза. В происходящее верилось трудом. Могучий раскат грома, казалось, сотряс весь дом до основания. Антон, зажмурившись, закрыл уши ладонями. Но даже сквозь закрытые веки он не мог различить блистающий гнев небес. Один разряд, за ним сразу же второй, третий, четвёртый. Не выдержав, парень открыл глаза. И... ничего не увидел. За окном бушевала стихия и только. Никаких существ, монстров, призраков и чего-либо постороннего. Он устало рухнул на кровати лицом в подушку. Мысли в голове путались. Что это было? Монстр, человек или же галлюцинация? Или это он с каких-то пор стал слишком впечатлительным? Наверное, сказывалась постоянная беготня в последние две недели. Антон тяжело дышал, накрывшись с головой одеялом, как в детстве, когда от любых проблем и страхов можно было укрыться в своей тёплой и безопасной кровати. Незаметно для самого себя он уснул. Будильник настойчиво трезвонил, требуя, чтобы на него обратили внимание. Антон приоткрыл один глаз. Взглянул на мобильник. Ах ты чёрт, проспал! Будильник трезвонит уже почти битый час, а он даже не слышал. Начальство голову снимет, если заметит его отсутствие на рабочем месте. Парень лихорадочно чистил зубы, попутно прыгая на одной ноге, пытаясь побыстрее влезть в штаны. На кухне возмущённо свистел чайник. Антон залил кофе кипятком, всё равно опаздывает, так хоть глоток кофе сделает, взбодрится после тяжёлой ночи. Возвращая чайник на место, он едва не расплескал его. На окне чётко вырисовывался отпечаток чьей-то четырёхлапой ладони. Причём эта ладонь была никак не менее 30 сантиметров. Он осторожно подошёл к окну, подышал на стекло, вытер рукавом конденсат. Ничего не произошло, отпечаток не исчез. Значит, оставлен с другой стороны. Получается, всё, что он видел ночью, ему не приснилось? Разбираться было некогда. Хоть и проспал, но любой наглости тоже должен быть свой предел. Уже собравшись выходить, вспомнил, что не перекрыл газ. Вновь вернувшись на кухню, Антон с большим удивлением отметил, что газ перекрыт. Хотя он точно этого не делал, а на оконном стекле уже нет никакого отпечатка. Суверна плюнув трижды через левое плечо, он поспешно выбежал из квартиры. Ему повезло. Шифа самого на рабочем месте не оказалось. Нарисовалась срочная командировка, что для Антона вышла только на руку. На его столике уже стоял стаканчик со вкусно пахнущим кофе. Очевидно, Светик постаралась. Света была его коллегой и самой близкой подругой. Иногда даже не просто подругой, но к более тесным отношениям ни он, ни она готовы не были. Подумалась, что хорошо бы в благодарность хоть шоколадку ей купить или букетик цветов. Подумалась и выветрилась, работа захватила целиком и полностью. Клиенты сегодня как с цепи сорвались. Телефон трезвонил практически беспрерывно, он только и успевал отвечать на звонки. В этой суете некогда было думать о ночных событиях. В голове, кроме работы, ничего не было. Выйдя после рабочего дня на улицу, он с упоением вдохнул свежий майский воздух. После душного кабинета тот оказался настоящей амброзией. Даже то, что сегодня практически целый день лил дождь, не могло испортить впечатление от вечера. Правда, почти уже около дома настроения все же мрачили. Какой-то дурак на джипе со всего размаха окотел парня водой из грязной лужи. Чертыхаясь и костеря проклятого лихача, на чем свет стоит, Антон поднялся в квартиру. Со злостью швырнул грязную куртку в ванную. Умылся сам. Ничего уже не хотелось совершенно. Он просто упал на кровать с телефоном в руках, полистал новости, посмотрел какие-то немного туповатые, но смешные видео. Ответил на несколько сообщений. Потом поставил на будильник мелодию погромче и завалился спать. Вернее, он думал, что уснет. Его голова коснулась подушки, как сон сразу же пропал. У него такое иногда случалось, пусть и крайне редко. Вот вроде бы и спать хочешь, и глаза уже закрываются, но заснуть не выходит. Находишься в пограничном состоянии между сном и явью, ворочаешься с боку на бок. Почему-то вспомнилось, что такое промежуточное состояние называется гипнагогия. Умом понимаешь, что необходимо выспаться, но коварный морфей обходит стороной. В итоге Антон не выдержал, поплелся на кухню. В темноте нашарил сигареты и зажигалку, чтобы открыть окно и покурить. Рука уже потянулась к оконной ручке. Громкий крик разнелся по всей квартире. Спустя несколько секунд Антон понял, что это кричит он сам. Из окна на него таращился вчерашний монстр, оскалив пасть в кошмарном подобии улыбки, обнажая два ряда треугольных белоснежных зубов. Чудовище прильнуло к стеклу, положив на него ладони и водило головой из стороны в сторону. Ноги парня моментально стали ватными, по телу пробежала волна липкого страха. Он сделал шаг назад. Монстр сразу же перестал мотать головой. Бельма уставились прямо на парня, словно чувствуя его. Из пасти высунулся длинный, извивающийся язык. Медленно пополз по стеклу, оставляя за собой полосу едва светящейся слизи. Звук при этом исходил, как если бы вилкой силой вводили по тарелке. Еще шаг назад. Тварь втянула язык, плотнее прижалась к стеклу. Казалось, еще немного, и она его продавит, попадет в квартиру. Что будет потом? Об этом и думать не хотелось. Стараясь издавать как меньше шума, Антон пятился задом из кухни. Краем уха уловил какой-то странный звук из спальни. По телу вновь пошла дрожь. Что там происходит? Как вскоре выяснилось, старом серванте мелко-мелко дрожала хрустальная посуда. Да и сам сервант слегка покачивался и скрипел. Жуткая тварь была уже в окне комнаты, щерилась открытой пастью, пронзая белыми бельмами глаза. Антон едва сдержался, чтобы не завыть от безотчетного страха. Ноги совсем перестали слушаться. Он съехал на пол по стене, отполз в угол, сжался в позе эмбриона, крепко зажмурившись. Но никуда не делись звуки. К дребезжанию посуды добавились глухие шлепки по стеклу. И тот самый противный скрип от языка, заставляющий трепетать все нервные окончания. Он не мог сказать, сколько это продолжалось. Может быть десять минут, а может и несколько часов. Просто в какой-то момент все стихло. В квартире повисла гробовая тишина. Но парень все равно еще некоторое время не решался открыть глаза. В конце концов, так и уснул на полу. Сказалось, напряжение и стресс. Утро встретило его пронзительным верещанием будильника и серым небом за окном. Правда, дождя уже не было, и то хорошо. С трудом поднявшись с пола, неудобная поза и усталость сделали свое дело. Антон подошел к окну. На стекле были хорошо видны многочисленные царапины, может это все-таки галлюцинация? Тогда получается, что он болен? Нет, не вариант. Сразу запихнут в дурку. Да и что он скажет? Здравствуйте, у меня по ночам в окне шестого этажа появляется страшный монстр? Это просто со стороны смотрится бредово. Что уж говорить про специалистов. В итоге он все же пошел на работу и даже успел вовремя. Но сегодня все валилось из рук и раздражало до ужаса. Он нахамил нескольким клиентам, успел поцапаться с коллегами и едва не нарвался на шефа, но вовремя сдержался. Кошмарная ночь не выветрилась из памяти. Он уже со страхом представлял, что ждет его дома. И возвращаться туда не очень-то и хотелось. Были бы какие-то другие варианты, он обязательно использовал бы их. Можно, конечно, напроситься к Свете на ночлег, но это еще требуется как-то объяснить. А в ее глазах дураком хотелось выглядеть меньше всего. Она, скорее всего, снисходительно промолчит, но все же. Во время обеденного перерыва он стоял на курилке и нервно делал затяжку за затяжкой. Мысли роились тяжелые, мрачные. А что, если... Да, можно попробовать. Он достал из кармана телефон, набрал номер Алины, которая сдавала ему эту треклятую квартиру. Долгие полминуты никто не отвечал, но потом трубку все же сняли. Голос владелицы квартиры звучал зло и недовольно. Кто? Здравствуйте, Алина, это Антон, я у вас недавно квартиру снял. Какую еще квартиру? Ну как же, мы с вами две недели назад договор заключили. Вы мне сдали однокомнатную квартиру. Вы еще сказали, что в ней раньше жила ваша бабушка, но потом переехала в деревню или куда-то подальше от города. Вы забыли, что ли? Послушайте, молодой человек, вы пьяны? В голосе девушки прорезались стальные нотки. Меня действительно зовут Алина, но я понятия не имею, откуда у вас мой номер телефона. А бабушка моя умерла лет восемь назад. Постойте, такого же не может быть. А как же договор? Задаток я вам вперед давал. Еще раз вам повторяю, я впервые об этом слышу и не могла вам сдать квартиру уже просто потому, что у меня лишней квартиры нету. Вы бы сходили к врачу, проверились. И мне, будьте добры, больше не звоните, иначе я обращусь куда следует. Трубку положили. Сигарета, догоревшая до фильтра, обожгла пальцы. Антон зашипел, отшвырнул в сторону окурок. Происходило не пойми что. Получается, что квартиру ему никто не сдавал? Тогда как он туда попал? Ведь он точно помнил, что передавал деньги. Да и ключи. Откуда бы они могли взяться, если бы он не встречался с этой Алиной? Вопросы, вопросы. И ни на один из них у него не находилась ответа. Он постоял еще минут десять, выкурил очередную сигарету и, так и ни к чему и не придя, с обреченным видом вернулся к работе. Как бы этого не хотелось, но вечер все же наступил. Тучи разошлись, кроваво-красный диск солнца величаво опускался за горизонт. Природа готовилась погрузиться в сон. Антон расхаживал вдоль подъезда, не желая подниматься наверх. Временами он скидывал голову, пристально вглядываясь в окна на шестом этаже. Ничего, обычные темные прямоугольники. Даже не верится, что там может что-то быть. Или же еще не время. Закат. Вместе с ним закатывалась и его надежда на спокойствие. Чем ниже опускалось солнце, тем больше внутри нарастало чувство опасности. Последние лучи лениво мазнули по окнам, испуганно втянулись за линию горизонта. С видом приговоренного к ашафоту, Антон все же направился домой. Ночевать на улице как-то совсем не хотелось. Он вошел в квартиру, затаив дыхание. Закрыл за собой дверь. Прислушался. На кухне из крана капала вода. Видимо, плохо закрыл. Больше ничего подозрительного не было. Он на цыпочках вошел в комнату. И сразу же в голове зазвучал скрипучий и противный голос. Сперва невозможно было разобрать слов, но постепенно он начал что-то понимать. Голос нараспев читал какой-то то ли стих, то ли песенку. Сон глаза твои закроет, громыхнет ужасно гром. Демон зла окно откроет, прокрадется в тихий дом. Стану я желанным гостем и усядусь за столом. Обглодаю твои кости. Запив кровью, как вином. И снова, и снова, и снова нелепые слова звучали в голове, никак не желая пропадать. И тварь в окне. Она никуда не делась. Прижалась к стеклу, широко открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Создавалось впечатление, что это она выталкивает из себя тот стишок, проталкивая слова прямо через стекло в голову парня. От них невозможно было скрыться. Они ввинчивались в мозг, пронзая его раскаленным гвоздем. Антон крепко сжал голову руками и стошно заорал. В ответ за окном прозвучал скрипучий смех. Ему вторил звон посуды в серванте. На кухне и в ванной одновременно зашумела вода. Вспыхнули газовые комфорки. Дрожащими руками парень достал телефон. С третьей или четвертой попытки сумел набрать номер Светы. Тварь за окном замолчала, с любопытством наблюдая за действиями Антона. Вернее, ему так показалось, что с любопытством. Один гудок, второй, третий. Да, Антон. Света, Светочка, затороторил парень. «Приезжай быстрее. Мне страшно. У меня тут творится чертовщина какая-то. Я не могу уже тут один. Помоги». «Стоп. Объясни ты толком, что случилось». «Не могу я ничего объяснить. Я и сам не знаю, что происходит. Но оно следит за мной. Лезет ко мне в голову. Приезжай, пожалуйста». «Хорошо». Девушка вздохнула. «Минут через двадцать буду. Жди». «Двадцать минут. Сможет ли он продержаться? Может, он вообще зря позвонил ей? Какая от нее окажется помощь?» «Неважно. Главное, что он не будет в одиночестве». Он решил дождаться ее на лестничной площадке. Но оказалось, что и там, из окошка между этажами, за ним следила та же самая тварь, скребя когтями стекло. «Ловушка! Куда ни пойди, везде это чудовище! И на улицу ведь не выйдешь! Что, если и правда, как в том стишке? Она обглодает его кости!» Не хотелось проверять. Он нервно курил, стараясь не смотреть в окошко. Запоздала пришла мысль, что девушке может грозить смертельная опасность от существа снаружи. Антон хотел было уже снова набрать ее номер, но в этот момент внизу хлопнула подъездная дверь. Раздалось цоканье шагов. А еще спустя десять минут они сидели на кухне и пили горячий ароматный кофе. Антон глотал обжигающий напиток, взахлеб рассказывая подруге о событиях последних дней и косясь в сторону окна. Девушка внимательно слушала, по лицу ее было заметно, что в происходящее она верит с трудом. Если вообще верит. За время всего рассказа тварь так и не появилась, как не всматривался Антон в чернильную темноту окна. Наконец история была завершена и парень ждал, что на это все скажет Света. Девушка все же сделала глоток кофе, сложила перед собой руки на столе. Было видно, что ей тяжело начать говорить. В конце концов она собралась силами. «Знаешь, Антон, все, что ты мне рассказал, очень интересно. Только есть одно маленькое «но». Не существует никакой Алины, которая сдала тебе квартиру». «Как же нет, если я ей звонил? Вот, смотри!» Он протянул ей свой мобильный. «Открой исходящие звонки, сама убедись!» Девушка покачала головой, но все же взяла телефон, открыла список звонков. Мельком просмотрев его, она вернула телефон обратно. «Антон, здесь ничего нет! Ты шутишь?» Он схватил мобильный, принялся лихорадочно просматривать все звонки. Действительно, никакой Алины или же других незнакомых номеров не нашлось. Он ненавидящим взглядом уставился в экран, совершенно не понимая, как такое могло произойти. Возможно, он просто удалил эти номера и позабыл? «Не шучу, Антон! Нет никакой Алины хотя бы уже потому, что это твоя квартира!» «Что значит моя?» Он не верил своим ушам. «Это какой-то глупый розыгрыш? Но какой смысл ей так шутить над ним? Она всегда была доброй и отзывчивой девушкой, не склонной к подобным выходкам!» «То и значит, ты же жил здесь с Катей, пока она не погибла в аварии! Неужели ты не помнишь?» «Да с какой к черту Катей? Как же мы с тобой? Наши периодические встречи...» «Не было и нет никаких нас!» Девушка поднялась со стула, подошла к Антону, потрепала его по голове практическим материнским жестом. «Бедная Антошка, все же, видимо, ты слишком сильно ее любил. Тебе бы еще в больнице полежать. А тебя взяли и выписали. Да и таблетки, скорее всего...» «Ты пить забываешь? Я права?» «Да какие еще таблетки? Какая авария? Я не знаю и не знал никакой Кати! Вот, смотри, эта тварь оставила следы на стекле!» Он подскочил к окну, застыл в изумлении, не считая грязных разводов, на стекле не было никаких царапин. Никто его не царапал. Но он же отчетливо слышал, как это существо возило по нему своими жуткими когтями. «Вот видишь, ничего здесь нету! Тебе нужно прилечь, отдохнуть и выспаться. И все будет хорошо! Пойдем, я провожу тебя до кровати!» Она взяла парня под руку, повела в комнату. Антон даже не думал сопротивляться. В голове царил сумбур. «Он псих? Но не может быть этого! Все же было так реалистично!» «Нет, оно точно было на самом деле!» Света, скорее всего, шутит. «Это такой длительный розыгрыш! А завтра на работе она скажет, что все хорошо, что на самом деле все так, как рассказывает он!» Девушка помогла ему лечь в кровать, прямо в одежде, заботливо укрыла одеялом, мимолетно коснулась губами лба. Он вымученно улыбнулся ей в ответ, а спустя минуту за ней закрылась дверь. Перед уходом она выключила свет, чтобы Антон мог быстрее уснуть. Тишина, тишина и темнота. Две неразлучные подруги. Антон лежал на кровати и смотрел в потолок. Минута текла за минутой, но ничего не происходило в ночной квартире. Глаза его постепенно начали слепаться, и все сложнее было держать открытыми. Наконец, он погрузился в сон. Скрипа открывающегося окна он не слышал. В комнату скользнула худощавая угловатая фигура, склонилась над спящим парнем. Бельма глаза уставились прямо на него, длинный язык извивался, как щупальца. Потом скользнул по лицу спящего. Тот застонал во сне, но не проснулся. Рука с острыми когтями была занесена над человеком. Карикатурно шевеля широкой пастью, чудовище нараспив тихонько протянуло. «Обглодаю твои кости, запив кровью, как вином». Выйдя от друга, Света обернулась на его окно. Показалось, что на окне виднеется какой-то непонятный силуэт. Она моргнула, а когда посмотрела опять, то ничего не увидела. Точно показалось. Бедный парень столько вытерпел, столько всего пережил. И зачем ему все это? Ничего, теперь у него все должно быть хорошо. Иначе ведь и быть не может. Ну что ж, друзья, вот такая вот шикарнейшая история. Если вам понравилось, обязательно влепите царский лайк. Автор очень старался, выжил просто из этой истории максимума, максимум максимума, если есть такое словосочетание или вообще-то кто-нибудь говорит. Вот это сюда подходит. Честно говоря, как по мне, у парня все же не были, нет, точнее, проблем с головой, потому что девушка все же видела какие-то очертания в окне. И вот эта вот песенка этого монстра, это прям оооо, я когда озвучивал, у меня прям мурашки по коже. Настолько крутая история, что эта история отправляется прямиком в топ моих любимых историй. Надеюсь, так же, как и у вас. Я желаю вам хорошего вечера, ночи, дня, утра и так далее. И на этом, как и всегда, я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующей интересной истории.